Дорогие друзья, хочу обратить ваше внимание на новый видеоканал, связанный с темой энергетики и электрики. Ссылка на канал в описании под видео. Он так и называется – энергетика-электрика. Кому интересна эта тема, тот найдет здесь очень много интересных роликов с высоковольтных подстанций и электростанций. Я и сам с удовольствием посмотрел ролики про силовые измерительно трансформаторы, воздушные кабельные линии, релейную защиту и автоматику, ну и другие интересные видео. Так что заходите на этот канал, если вам понравится, обязательно подписывайтесь. Как обычно, без лишних присловий, часть вторая. Я в той самой спальне, где была проблемная коробка, вот коробку заменил, новую поставил, новая коробка, новая проводка. Как вы помните, внутри этой стены проводка уходит в подвал, и вот внутри вот этой она поднимается до выключателя. Я покажу, как это в подвале выглядит. Вот здесь потолочная коробка уже стоит. Вот этот выключатель, он будет включать вот эти две, вот эти два светильника. Вот этот будет включать вот этот спаленный. Я сейчас покажу, как это выглядит в подвале. Ну вот я и в подвале. Здесь две панели, как вы помните, это двухквартирный дом. Ну, к панели мы еще вернемся. Вот в эту стену встроенного шкафа входят два провода. Один на второй свет потолочный в зале, второй на потолочный свет в спальне. Вот они, они идут, идут, идут. С другой стороны я вам тоже коробку покажу. Вот уходит наверх провод на выключатель в спальне. Зайдем с этой стороны. Вот она, монтажная коробка. Я здесь все сейчас кручу, потом скучно где-то покажу. Это идет запитка и провод от выключателя на выключатель в зале. Ну вот две панели. С панели для первого этажа снята крышка. Над ней я сейчас работаю. Здесь второй этаж, но она предельно проста, поскольку на втором этаже есть отдельный вторичный щиток. И вот этот двухполюсный автомат на 71 его и питает. Вот этот кабель, который мы провели на второй этаж. Это была работа пару месяцев назад, сейчас работаем над первым этажом. Этот 30-амперный автомат, тоже двухполюсный, также на втором этаже питает сушилку для белья, электрическую и стиральную машину. Такая комбинированная система. Вот это, естественно, главный. Эти щитки IT, их потом скупил Siemens, и автоматы Siemens здесь вполне подходят. В принципе, на них и сертифицированы. Ну, зрелище, конечно, не для слабонервных. Если вы перфекционист, и у вас нервы слабые, пожалуйста, не смотрите. Щиток, скорее всего, был установлен где-то в конце 80-х, начале 90-х годов. Судя по модели, здесь несколько наборов рук приложились к этому щитку. Некоторые из этих рук были кривые, как я посмотрю. Но я все это покажу клиенту, если они хотят, чтобы я это почистил. То за отдельную оплату, конечно, можно сделать. Все, к чему я прикасаюсь, я почищаю по максимуму. Ну, и вот, приостановлюсь на устройстве. Вы, наверное, видели мое первое видео, если не видели, посмотрите. Но повторение, как говорится, мать учения. Вот здесь главный кабель заходит. В нем три жилы. Голый ноль и земля. Они совмещены. Вот это нулевой проводник. Он питает шину нуля. И здесь она, опять-таки, как видите, совмещенная рабочий и защитный ноль. Вот этот мостик соединяет эти маленькие шины по обеим сторонам. А вот эти два кабеля, они питающие с улицы. Здесь еще тоже двухпользованный автомат на 100 ампер. Он идет на вторичный щиток на кухне. Здесь была раньше коммерческая кухня. Они поставили мощный щиток на кухне на 100 ампер. Сейчас там большинство этого оборудования нет. Это переделывается в простую квартиру под сдачу. Раньше это было, типа, как совмещенное и бизнес, и жилье. Ну, а вот этот мощный щиток этот остался на 100 ампер. Ну, мы уже проходили, да, как это устроено. Здесь две фазные шины. Они вот так чередуются. Первая, вторая, первая, вторая, первая, вторая. Вот эти ножи. Напряжение между двумя фазными шинами. 240 вольт. Напряжение между любой из них и нулем, и нейтралью. 120. Опять-таки, посмотрите мое первое видео. Например, того, как это все работает. И автомат сажается на эти шины. Вот так. Здесь разъем. Вот здесь нож. Просто вот эта пятка, вот этот крючочек заходит под вот эту пластиковую рейку. Насаживается. Раз, и все. Индустриально, но вполне функционально и вполне хорошо работает. Опять-таки, в который раз вы видите, все эти щитки стоят в подсудных помещениях, в подвалах. Вот на них никто не смотрит. И поэтому их внешним видом особенно никто не заморачивается. Вот завершенная распаечная коробка. Сейчас пойдем наверх подключать выключатели. Я хотел показать, вот как прикрепляется наконец-то светильник. Опять-таки, ничего такого здесь модного нету. Эта квартира будет сдаваться. Здесь хозяева жить не будут. Это так под сдачу. И в принципе, здесь, ну как, сельская местность. Окна, конечно, надо помыть. Но здесь вполне красиво. Звучит ручей. Это примерно час езды от Нью-Йорка. То есть, достаточно популярный пригород. Ну, опять-таки, мебели нету. Здесь немножко надо прибрать. Но хозяева это будут сдавать где-то за 1700-1800 долларов в месяц. Что совсем неплохо. Так что, несмотря на то, что здесь особо ничего модного нет, дело вот так ремонтировать, покупать, ремонтировать и сдавать довольно-таки прибыльное. Ну, ладно, отступил от темы. Как вы помните, это была старая коробка еще в 60-х годов. Начало 60-х. Я к ней прикрепил вот такую вот скобу. Казалось бы, зачем, да? Вот здесь три дюйма друг от друга, крепежные ушки у коробки. И эти вот винты я тоже закрутил в эти трехдюймовые отверстия. Зачем, да? Затем, чтобы подключить сюда защитный ноль. Потому что это старомодная проводка. Здесь кожух металлорукавного кабеля, который питает эту коробку. От вот этого выключателя здесь идет металлорукавный кабель. Так вот, кожух этого металлорукавного кабеля это защитный ноль. Он подключается к коробке. И чтобы эффективно подключить защитный ноль от коробки к самому светильнику, я использую эту скобу. Если бы это была новая коробка, я-то ее там закрыл, ее не показал, но из нее выходила бы отдельная жила защитного нуля. Я бы сюда отдельно примотал бы. А так, я использую эту скобу ни для чего иного, кроме как для подключения защитного нуля. и достаточно удобно. Вся эта, весь этот светильник болтается на нем, пока я подключаю здесь рабочие ноли фазу. Хотел вкратце показать, какие лампочки завинчиваю в эти светильники. Поконцентрирую себя с заказчиком. Вот я предложил вот такие. Мягкий белый свет. Это Экосмарт. 60-ваттный эквивалент. Светодиодная. Гарантируется, если не ошибаюсь, на 10 лет. Она работает с диммером. И вот штат, правительство штата, то есть, ну, они датируют на вот 13 лет. Гарантина на 13 лет. По дотации, по повышению энергосбережений, ну, в жилищном электромонтаже, вообще, в жилье, они спонсируют стоимость вот этих лампочек. То есть, по этой программе, вот эта коробка стоит, если не ошибаюсь, 6 долларов. По-моему, я по 6 долларов ее покупал. И это даже в единичном не обязательно опном покупать. 6 долларов за коробку из 4. Ну, считайте, 6 долларов 360 рублей. Мягкий белый свет, опять-таки, я всегда советую такую, ближе всего подход походит к лампочкам накаливания. Не знаю, видео это передаст. Вот этот светильник без плафона. Вот он, он же с плафоном. Мягкий белый свет, очень похож на простые, обычные лампочки накаливания, но потребляет, естественно, намного меньше электроэнергии и так сильно не греется. Ну, хотел показать в заключении обзор этой квартиры, которую будут сдавать, но она еще не закончена. Моя работа практически закончена. Стоят два светильника в зале, стоит свет в спальне, все на месте выключатели, розетки все укрепил и заменил здесь. Здесь пока продолжаю. Здесь вот такая античность. Это где-то с 40-х, 50-х годов розетка, кошмар, нужно менять. Но проводка нужно отдать должное в нормальном состоянии. Вот этот металлорукавный кабель, опять-таки, 50-х годов, где-то 60-х, где-то 50-х, он в вполне приличной форме, его просто нужно нормально укрепить, посадить на новые коробки. Вот эта старая коробка, она вываливалась просто из стены. буду ставить новую. Хотел также показать ванну, ванную. Опять-таки, не судите строго, это квартира по сдачу, ванна здесь небольшая, это душевая кабинка, естественно, раковинный унитаз, свет стоит наружи, что тоже иногда делается, особенно в маленьких ваннах. вот такая над зеркалом и вытяжка с вентилятором. По кодексу, если окна ванной нету, а его здесь нет, нужно ставить вытяжку. Ну, кухню практически еще не закончили, вторую спальню еще тоже не закончили, но моя работа уже подходит к концу. Всего пару дней было. Хотел вкратце остановиться на ремонте старого металлорукавного провода. судя по тому, что здесь хбшная плетка, он где-то с 40-х годов, 40-х, может, ранних 50-х. Как я уже говорил, внутри металлорукава он в прекрасном состоянии. Если сейчас снять металлорукав, он будет там, как говорится, в своем первозданном виде, как будто бы его вчера выпустили. Но то, что торчало, то, что в коробке было, оно сушилось, осыпалось все эти долгие годы, поэтому когда ремонтируете такой кабель, то в конце, если посадить термоусадку, посадить новую краснуху, и я отчу, вот эта старая коробка, вот эта новая, вот здесь раздвижные уши, то есть она будет плотно сидеть в стенке, он еще долго прослужит. Поскольку здесь вход сверху, а выход снизу, я уже прозвонил, я знаю, что вот это вход, трудно заходить в коробку через стол противоположных концов кабелем, поэтому входом я войду через заднюю стенку, и чтобы это сделать, я поставил здесь вот этот 90-градусный адаптер, то есть он зайдет через заднюю стенку, а выход пойдет через низ. Друзья, спасибо за внимание, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok